Депутат Сейма и спортсмен Виктор Щербатых. Самый знаменитый и самый таинственный депутат Сейма. Ну, что вы смеетесь? Хороший начало для интервью. Почему самый таинственный? Таинственный это тот, кто... Вы знаете, почему вы самый таинственный? Таинственный тот, о ком мы ничего не знаем. Обо мне просто узнаете. Вот поэтому я сказала сначала самый знаменитый. Я не успеваю спрятаться, хотя некоторые вещи... Тьфу-тьфу-тьфу, честное слово. Я еще умудрился спрятывать. Никто такое не знает. Хорошо, об этих вещах чуть позже. А так вообще вам о чем больше нравится говорить? О политике или о жизни? Лучше, конечно, о жизни. Потому что политика, знаете, в мире, наверное, нигде нет у хорошего депутата. И как бы говорить о чем-то плохом, когда в данный момент у нас в стране не очень такая приятная и хорошая ситуация. Давайте поговорим, не знаю, о весне, о любви. Зачем сегодня солнечный день? Зачем, ну, портить... Вы женщинам уступаете вообще, в принципе? Я даже руку подаю. Хорошо, тогда, значит, поговорим вначале о политике. Значит, о политике я имею в виду о том, что все-таки вас постоянно обвиняют в том, что вы не участвуете в работе Сейма. Вот как вы к этому относитесь, к таким обвинениям, что вы не участвуете? Я опять же просто хочу сказать, уже много раз говорил, что такое работать в Сейме? Вот мне вот это. Мне сказали, ты должен на пленарном заседании сидеть и жать кнопку. Я такой, да, хорошо, я не всегда это делаю. Я что, значит, не работаю? Они говорят, да. Я говорю, ну, подождите, депутат это тот, кто сидит на пленарном заседании и жмет просто кнопку? Или тот человек, который пытается помочь людям или дать какой-то совет, или как-то попытаться что-то встретить, или встретиться с избирателями, это тоже должен делать депутат? Да. Я говорю, так получается, что когда меня нету там, я, значит, там меня нету не из-за того, что мне там не нравится или что, из-за того, что люди попросили мне помощь. И потому и получается, что когда бывает, меня нету там, то я все равно. Я на работе, я на работе. Но еще депутат это тот, кто постоянно выступает с трибуны и, например, кричит смерть оккупантам. Почему вы так не делаете? Тогда надо понять, что такое оккупант может быть. Может быть, я могу крикнуть, но кто такой оккупант? Я-то не знаю. И я вот не знаю. Это для меня загадочное понятие. Вы знаете, понимаете, ну, людей обвинять то, что было. Раньше были другие интересы, раньше были другие взгляды. Это в прошлом. Зачем нам все другое поворачиваться и смотреть в прошлое? Ну, вас же избирателей выдвинули. Вы же должны как-то соответствовать. Ну, я понимаю, тогда надо посмотреть еще дальше. Там 18-й, 17-й век, 19-й. Там еще хуже была жизнь, еще совсем плохо. Но почему мы не смотрим в будущем? Ну, да, были ошибки. Мы же все в жизни делаем ошибки. И сделали в этот раз ошибку. И я понял, да, мы все признали, да, это ошибка. Но давайте смотреть в будущее и не смотреть, что мы натворили, а давайте подумаем о наших детях. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети в будущем жили намного лучше, чем мы. Но мы тоже должны хорошо пожить. Понимаете, тогда надо сейчас заниматься тем, чтобы было хорошо. А не то, что постоянно возвращаться и кричать, там оккупанты, там... Я понимаю, была война, я понимаю, что это очень плохо. Я понимаю, было то, я понимаю, было это. Давайте посмотрим вперед. Давайте хотя бы посмотрим сейчас. Теми словами, которые мы кричим, давайте там оккупантов, там все. Мы же никому ничего не поможем. Только мы создаем ситуацию, которая накаливает обстановку. Зачем? Виктор, вот вы сейчас кого? Меня уговариваете? Я просто людям... Зачем? Ну зачем кричать такие вещи? Зачем смотреть назад? Давайте посмотрим вот сейчас, давайте посмотрим вперед. На улице смотрите, весна. Надо наслаждаться. У нас в стране... В стране весна. Наконец-то. В стране кризис. Почему мы еще этим кризисом делаем еще хуже? Давайте там... Ну зачем? Виктор, вот вы сейчас произносите ту самую речь, которую от вас, возможно, хотели бы услышать, в том числе ваши коллеги по Сейму с трибуны. Почему вы с трибуны не выступаете с такими красивыми речами? Вы очень хорошо латышский знаете. Там нет этой темы. Просто идти и говорить что-то... Ну, я... Нет, я не могу. Возможно, у депутатов поднялось бы настроение. Они бы приняли какой-нибудь хороший позитивный закон. Изменили бы нашу с вами жизнь. Законы принимаются в комиссиях. А там просто подтверждают. Да. Или нет. Да, ну или нет. А законы принимаются в комиссии. И комиссия решила, и там все эксперты в комиссии. А там только сидишь и, правда, просто жмешь кнопочку. Расскажите о своих успехах спортивных. Чем вы сейчас занимаетесь? Знаете, пока, честно сказать, я выхожу из такого тяжелого виража в спорте, потому что я травмировался, сделал себе операцию. Мне там то, мне там это. Я из такого виража тяжелейшего. Тяжелейшего. Знаете, вот Боинг, он не может взять вираж. Вот я его беру еле-еле, этот вираж. Выхожу с горем пополам. Вообще со слезами на голову. Сколько еще выходить вам? Ну, я уже выхожу. Знаете, хорошо, что уже выхожу. Потому что месяц-два назад я понимал, что я никогда оттуда не выйду, но у меня есть еще цель, которая осталась еще. Какая? Я стоял на педестале справа и слева. Я не стоял никогда посередине. А вы хотите еще? Да, но я хочу попытаться. Я стараюсь. Получится, не получится, один бог знает. Но если ничего не делать, то означает, что никогда не получится. Я стараюсь. Поэтому сейчас выхожу из виража такого, знаете, тяжелейшего. Ну вот после последней Олимпиады там писали, что вы уже не будете на следующий молл. Это же приятно. Вы знаете, это говорили те, кто завидует, знаете. Наши спортивные обозреватели, значит, это говорили. Они вам завидуют. Ну видно, знаете, я не знаю. Потому что им в жизни не поднять такой вес, да? Ну может быть, они просто всякое не знают, что они завидуют. Ну, я не знаю, завидуют. Они даже говорили, да? Ну, знаете, когда в спорте, честно сказать, в спорте я не молодой. В жизни я еще не начал жить. Понимаете, такая вот. Я вот ушел из спорта, я начал жить. Вот сейчас вот такая вот ситуация. Хорошо, мне интересно. Давайте примем звонок, она звонит вам. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Могу только вас сейчас, господином, как ему удобнее, товарищем Щербаток. За успехи в спорте. И со, как бы, с тоской и со слезами думаю, что же вам делать-то в политике. Ну иначе не подкормиться, там усиленное питание надо, а наша страна забросила спорт. И я помню, как вы говорили, ну что ж, если я такой, то не голосуйте за меня, это ваши слова. И когда вы сейчас говорите, там погода хорошая, что мы должны, это все правильно. Погода хорошая, только не для депутата. Там день и ночь надо работать. Депутат – это законодатель. И день и ночь там надо работать. И если не хватает грамоты, то день, ну в смысле образования и опыта, то день и ночь надо учиться, а не железо таскать. Это надо раздельно совершенно. И в том, что сейчас вот в нашей стране что-то творится, есть часть вашей вины, поскольку не участие и не сопротивление злу, то это вам некогда. Вы железо таскаете. Дай вам Бог успехов в спорте. Я вот только вот за это. Дай вам Бог успехов, прославляйте наше государство. И идите подальше от политики. И это не ваше. Спасибо. Да, я понял. Да, конечно. Но знаете, какая ситуация насчет этого всего? Один человек не может решить все вопросы, потому там 100 человек. Я как бы пришел в САИМ больше помогать спорту. Я не могу помочь экономике. Я призываю. И многие люди там тоже нет высшего образования экономики. Почему? Может быть, косвенно и можете помочь. Вы понимаете, что большинство ситуаций спортом. У нас, да, есть там Ваня Клементьев. Да, он хороший человек. Да, он все. Но он в оппозиции. И некоторые вопросы он просто не может продвинуть. А наша зеленая партия, она в коалиции. И как бы это ни было, некоторые вопросы, я могу ему помочь, могу их решить. Не в том плане, что я сказал все сделать. Нет. Но ко мне могут прислушаться, потому что это в коалиции. А оппозиция автоматически говорят, нет. Такие законы, неофициальные законы, автоматически говорят, они не пройдут законы. Но если то же самое, что мы с Ливоной, и мы вместе-вместе это все можем сделать, то когда я подам эти законы изменения, то у меня есть намного больше шансов помочь спорту, чем ему. Вот таким образом. Ну да, такие вот есть эти неписанные законы. И потому как бы я не могу помочь вытащить страну из этого, хотя и очень сильно хочется. Но я могу помочь, чтобы наш спорт не умер. Я не могу помочь, чтобы наши больницы не закрывались. Если учителя на меня говорят, почему вы не помогаете учителям. Ну подождите, в Сайме есть еще 99 человек, из этих которых человек 10-15 работали учителями, имеют высшее образование учителей. Ну почему они тогда не занимаются этими вопросами? Почему набрасываются на меня? Я с радостью помогу. Дайте мне информацию. Потому что народу кажется, что все остальные работают, а вы нет. Ну да, наверное. Ну я как бы... Если бы вы время от времени выступали с трибуны, то возможно вас бы заметили больше. И простили бы вам то, что вы допустим не участвовали. Я не тот человек, который любит, как бы сказать, с одной стороны, в другую сторону, с другого гонять в воздух. Я не люблю говорить, понимаете? Я не тот человек, который выйти на сцену и говорить, вы знаете, вот наша жизнь, там туда-сюда. Я не могу. Я... У меня вся жизнь в движении. Я лучше съезжу к человеку, спрошу, чем тебе помочь. Ту же самую председателю, там, не знаю, в колхоз съезжу, туда, там эти все бизнесы. Как помочь? Вам надо с кем-то встречаться? У нас есть министр. Вы хотите, чтобы я вам помог с ним встретиться? Или вы хотите, чтобы я помог найти какие-то европроекты, которые могли бы как-то помочь финансировать? Я могу это, вот это я могу. А там говорить, ну... Не ваше, да? Звонок у нас.